Сегодня мальчишки и девчонки соревнуются в трех видах программ. Прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек и подтягивание для юношей. Подтягивание на перекладине – это настоящее испытание на силу и выносливость. Время в этом виде состязаний не ограничено, но существуют определенные правила. Например, подбородок должен быть выше перекладины. Ребята из класс команды из города Саратов признаются – достигать новые спортивные вершины им помогает поддержка друг друга. Каждый день мы тренировались, усердно тренировались. Три месяца подряд. Вообще вот он вчера поставил, он сделал 37 раз больше всех. На прессе больше всей России, из мальчиков. Давайте мы похлопаем. В секторе прыжков в длину у каждого по три попытки. Однако прыжок не засчитается, если участник сделал заступ или вышел из сектора. Каждый день – как новый личный рекорд для Ульяны Гураль из города Елизова Камчатского края. Она уже побила два своих рекорда в отжиманиях и прыжках в длину. Каждый день были упорные тренировки по пять, по шесть часов. Раньше я делала раз 15 в отжиманиях, сейчас я сделала 29 в прыжках. Я раньше прыгала метр восемь, сейчас метр девяносто пять. Во второй день соревнований появились новые лидеры. Среди девушек самый высокий результат показала Ксения Саблина из Липецкой области. Среди юношей – Умар Магомедов из Республики Дагестан. Командой, набравшей самое большое количество баллов, стала городская класс команда из Липецкой области. На втором месте – Республика Коми и третье место у Воронежской области.